Здравствуйте друзья! Сегодня я начну обзор топовой модели беспроводных колонок DALI. Модель называется KALISTA 6. Без привлечения дополнительных устройств коротким путем сигнал высокого разрешения доставляется на эти колонки, состоящие из двух басовиков и гибридного твиттера каждая. Этот комплект обеспечит полноформатную детальную трехмерную звуковую сцену для вашего помещения. Перед вами DALI-KALISTA 6C Black, то есть черного цвета. Корпус выполнен из прочного, из плотного дерева. На передней панели видим два низкочастотных динамика, знакомые нам по колонкам DALI. Однако фактура диффузора несколько иная, обратите внимание. Тут уже на каждом написано, что это, собственно, DALI. Твиттер купольный и твиттер ленточный. Передняя панель сделана накладкой. Очевидно, вот это отдельный блок от нижнего. Снизу колонки есть отверстие для шипов. На задней части мы видим два порта фазоинвертора и некую панель коммутации внизу. Как следует из-за ее определения этой системы, она беспроводная, то есть сигнал не подводится. Хотя я вижу несколько разъемов. Там давайте посмотрим, что это такое. На этой панели коммутации находится гнездо для подключения сетевого кабеля, включатель питания, разъемчик для подачи питания постоянного тока, ADC-IN, и сервисное гнездо USB с индикатором включения, который сейчас горит красным светом. Включение, сетевой кабель, DC-IN и USB-сервис. Также здесь написано о том, что это DALI, Calisto. Также мы видим кнопку Link Connect, которая, очевидно, служит для сопряжения с базой. Из особенностей системы отмечается сенсорный регулятор громкости на каждой колонке, SMC-технология производства магнитов-излучателей, диффузоры басовиков 6,5 дюйма выполнены из древесины, имеющие низкую массу, что позволяет получить хорошие переходные характеристики, усилители класса D с общей отрицательной обратной связью в режиме автогенератора. Колонки большие, напольные, рассчитанные на приличную, немаленькую комнату. Хорошо смотрятся, наверняка хорошо играют, но это мы еще посмотрим и послушаем позже. Здесь указывается, что в этой модели все компоненты разработаны самой компанией DALI, и излучатели, и питающие их усилители, и система связи колонок с базой на частотах 2.4 или 5.8 ГГц, и набор входных интерфейсов. Это позволяет утверждать о полной совместимости компонент и оптимальной конфигурации сетапа. Устройство сертифицированное MQA, это новый универсальный формат сжатия данных, и имеет безграничные возможности расширения благодаря двум слотам, расположенным в саундхабе, которые мы рассматривали в том обзоре. Гибридный твиттер состоит из купольника 29 мм и ленточного магнитостата. В общем, этот симбиоз наверняка удовлетворит непримиримых любителей купольных и ленточных излучателей. Очевидно, что купольник работает ниже, а сверху его дополняет ленточник, доводя диапазон воспроизводимых частот до запредельных 30 кГц. Корпус выполнен из МДФ 25 мм и содержит необходимое число перегородок и распорок, чтобы исключить резонансы. В спецификации мы видим, что диапазон частот от 37 Гц до 30 кГц при нервной мерности плюс-минус 3 дБ. Максимальных CPL 110. Частота раздела кроссовера 2,6 кГц. Частота настройки порта фазоинвертора 40 Гц. Максимальная мощность усилителей 250 Вт. Тип усилителя класс D, а бортовой ЦАП Burn Brown PCM 1796 с балансным выходом. Остальные параметры на экране или на сайте производителя. Calista 6 выпускается в цветах. Тепельный черный и белый. А теперь предлагаю послушать, на что способны колонки Calista 6 в басовом диапазоне. Для этого я включу генератор низких частот, вот например 60 Гц, и посмотрим на отдачу ниже. Включаю запись, конечно. Вот невосполнимая совершенно потеря, отрезана как ножом. Вот 28 Гц еще хоть что-то слышно. А 30 Гц слышно очень отчетливо. А 27 не слышно вообще. Вообще не слышно. Но тем не менее, это замечательно для комнаты, это для жилой комнаты, с идеальной акустической обстановкой, отделкой. Это очень много, то есть очень глубоко. Не каждый сможет этим воспользоваться в меру стоящих волн, которые в комнате могут образоваться. То есть эти колонки могут работать в больших помещениях и требуют, конечно, для того, чтобы получить результат, который они могут выдать, вот эти самые 28 Гц, 29 Гц, необходимо заниматься комнатой очень серьезно. Ну, я думаю, эти колонки приобретают люди, которые не оставят без внимания и сумеют подготовить помещение для такой хорошей техники. Колонки поставляются вот с таким вот декоративным грилем. Я сейчас покажу, как он снимается, как он выглядит, соответственно, без гриля. Гриль внутри имеет ячейки с пластика. Все это закрыто акустической тканью темного цвета, практически непрозрачный. Вот под ними вы видите динамики, о которых мы уже с вами говорили. Гриль крепится на магниты и направляющие, которые входят, которые входят в, соответственно, гнезда здесь и здесь. Честно говоря, неожиданно. Я так взял в руку, смотрю, а как его туда. Оказывается, вот, смотрите, он уже нашел свое место, и мне остается только найти канавки, чтобы зафиксировать штыри в нужном положении. Колонка может эксплуатироваться как с грилем, так и без гриля, на мой взгляд. Несмотря на довольно плотную визуальную ткань, она не носит в ткань и не меняет частотный баланс заметно, во всяком случае, настолько, чтобы этому уделять внимание. Я много послушал эти колонки в процессе тестирования, мне не очень понравились. по подаче, по панчу, который начинается буквально с, не знаю, там 30% громкости. И по довольно высокому звуковому давлению максимально. Но это, видимо, топовая модель, некий Калисто, беспроводная. Но я вам скажу, что да, произвела впечатление довольно серьезное. Внизу вы видите, говорит индикатор, это значит, именно она сейчас подключена, запарена с сетевым плеером. И мы сейчас попробуем, я сейчас попробую дать вам возможность послушать, как они звучат в этой, в общем, подготовленной комнате. У вас лучше вряд ли будет, и у меня, соответственно, тоже.